Привет, друзья! Позади меня находится насыпной вал, который защищает эти многоэтажки от наводнения. На нём также посажены многовековые деревья, которые укрепляют его, чтобы не размыть. Ну а мы идём на маяк, и я покажу вам в этом видео несколько исторических фотографий старых маяков. Вообще к морю идёт красивая обустроенная дорожка, но так как здесь производственная зона, то, соответственно, дорогу здесь не делали для пешеходов. И здесь вот, к примеру, вы видите фундамент от какого-то старого здания. И я помню в детстве, как здесь стояли красные дома, и люди, которые шли с моря, если начинался дождь, всегда под ними прятались. Но в какой-то период времени, по-моему, в конце нулевых, может быть, или в середине, эти здания снесли как аварийные. Но тут уже и видно, что прошло время, потому что растут деревья посередине, там, где стоял этот дом. И, наверное, всё-таки лет 20 точно прошло. Ну, а здесь дальше въезд машинам запрещен. И там написано, что Рижская дума не планирует закрывать Долгоугривский пляж. А всё дело в том, что ходил такой слух, что пытаются там построить какой-то нефтетерминал, и не будет больше подхода к берегу. Но это уже давно прошло, эти слухи уже тоже прошли. А надпись такая осталась. Наверное, чтоб успокоить жителей. Вообще вся эта местность считается заповедником, и здесь обитает много редких растений и животных. Ну, и там разные птицы тоже всякие. И даже есть одна птица такая, которая очень-очень редкая. Здесь растёт такая клещёвая трава. Мы откуда это знаем, потому что как-то гуляли здесь с собакой, и она вернулась вся облепленная клещами. Дорога проходит вдоль забора, прямо до самого моря. И, наверное, кто здесь когда-нибудь бывал, наверняка это вызывает какую-то такого рода ностальгию. Рядом находится озеро, оно ещё до сих пор во льду. И мы тут как-то пробовали рыбачить, но ничего не поймали. Хотя говорят, что раньше рыбы здесь было полно и караси, и щука. С чем связано то, что мы не поймали здесь рыбы, неизвестно. Возможно, просто пришли не в сезон. А возможно то, что море сейчас часто выходит из берегов, и поменялась солёность воды. Когда-то давно здесь, видимо, дорога была перекрыта, но забор этот обрезали, может быть, на металл. И вот если посмотреть на этот кусочек, который остался, то он находится в воде, и, возможно, из-за этого его никто не забрал оттуда. И ещё один защитный вал, и также дюны. Здесь раньше тоже проход был закрыт, и когда-то давно рядом с этим забором стояла охранная будка. Ну вот мы и вышли к морю, и здесь с одной стороны такой красивый пейзаж, но если повернуть камеру вбок, то мы видим такую вот колючую проволоку. Конечно, вид не очень, но, как я говорил, это производственная зона. Здесь ничего не поделаешь. На берег выкинуло какой-то мусор, и вперемешку с тиной, но когда-нибудь это всё уберут волонтёры. Кстати, тут вот люди сходят с металлоискателем, ищут, наверное, деньги, потерянные кем-то, или золотишко. И даже они, видимо, что-то нашли. В одном из видео про разрушения, которые произошли после шторма, я показывал уже вот эти места, но хочу вам показать их коротко снова. Море сегодня относительно спокойное, но представьте, какие должны быть волны, чтобы разрушить все эти плиты вместе с забором. Вообще, часть заводов здесь заброшенной, но когда-нибудь их восстановят, наверное, потому что всё это храняется. На металл разбирать это пока что ещё никто не разрешил. Маяк уже на подходе. А мы подходим к старым заброшенным бункерам, возле которых стояла артиллерия с оружием в Первую мировую войну. В принципе, два ретро-фото, которые хотели мы вам показать, они как раз находятся здесь. Сейчас мы их будем сравнивать. Вот, в принципе, эти места, но фотография сама находится намного выше. С того ракурса видно море. Но обратите внимание, что крепления от этих двух пушек до сих пор стоят. Вон видны болты даже. Но давайте попробуем всё-таки залезть выше и найти более подходящий ракурс. Да, наверное, всё-таки эта фотография снималась вот отсюда. Тут видно очертания моря, но мешают деревья. Видно, что за сто лет очень сильно всё изменилось. И сейчас эти места узнать сложно. Вдоль всех этих укреплений видны воронки от взрывов. Наверное, по ним попадали. И когда эти укрепления захватили в Первую мировую войну, тоже есть ретро-фотография. Она сделана уже с этого ракурса, но, к сожалению, из-за деревьев тоже нельзя ничего увидеть. Но самое удивительное, что здесь внизу проходила дорога, по которой полноценно ездили машины. Вот, если посмотреть немножко с другого ракурса, её очертания можно увидеть до сих пор. Но пушки стояли вот здесь вот левее. Вот обратите внимание снова на эту фотографию и на это место. Просто удивительно. Да, наверное, я всё-таки молодец, что нашёл эти места. Поэтому поставьте лайк, кто это оценил. Это вентиляционная шахта с этих бункеров. Когда-то туда из неё как раз поступал воздух вовнутрь этих бункеров, которые, кстати, идут вдоль всего этого вала. Там через дорогу мы видим ещё одну большую гору, которая также является бункером. Вон там, через деревья, можно рассмотреть такую же вентиляционную шахту. Сразу за валом находится море. По идее, эти артиллерии были нацелены туда. И у нас есть ещё одна ретро-фотография, где рыбаки в этих местах сто лет назад ловили рыбу. Кстати, здесь внизу, возле одного из этих укреплений, также находится дверь в бункер. И по этому, как она завалена, и по тому, как этот холм прямо врастает в эту дверь, можно понять, что бункеры поставили намного раньше. Это элементарно можно понять, потому как там стоит разная кладка кирпичей. И в одном из видео я уже это показывал. Просто удивительно, что вот эти вот советские двери в бункер построены, как бы, видите, под другой кирпич. И когда-то здесь, по идее, были ворота. Вот, кстати, обратите внимание, с другой стороны этого холма, бункера, да, строение вообще не из кирпичей, а просто из булыжников. Это явно указывает на то, что с этой постройки очень-очень-очень много лет. Просто её переделывали. Поваленный знак о том, что это запретная территория. Ах, надеюсь, к нам это не относится. Да, вообще, если честно, люди здесь гуляют постоянно. Видимо, это со старых, былых времён ещё. Недавно в Фейсбуке появился вопрос, почему на море красный песок. Да, если просмотреться, то, конечно, это какая-то загадка. Может быть, это водоросли. Но, кто знает ответ, напишите в комментариях. Ну вот, мы и дошли до маяка. В принципе, вот эти здания, которые стоят рядом, они построены на месте других домов. А вот фотография маяка, который стоял здесь до Второй мировой войны. И если сравнить снова с этим ракурсом, который вы сейчас видите, то есть ещё более старая фотография маяка, который стоял до Первой мировой войны. И посмотрите, насколько схожи места, где стоят эти дома. И насколько высокий раньше тут стоял маяк. Просто поражает всё воображение, что эта фотография аж 1863 года. Рядом с большим маяком, если идти вот туда по пристани, находится также маленький маяк, возле которого поздней весной, в сезон салаки, собирается большое множество рыбаков. У нас есть тоже видео, как мы ловим эту рыбу. И ловится она, кто бы знал, на пустой крючок. После очередного шторма из воды вылезли какие-то металлические штыри с тросом. Что это такое? Тоже непонятно. Ну а мы достигли своей цели. Спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok